Сергей Мохотин, включите кошку погромче. Глава «Неправильные приставки». Вот что я открыл. Если из русского языка убрать отрицательные приставки, я был бы послушным, внимательным и алаберным. А я выносимым, обрадовался Юрка, когда я сообщил ему о своем открытии. В это время Лидия Яковлевна велела всем достать тетради и приготовиться к контрольной. «Звонок скоро, и на тебе, контрольная!» – проворчал Юрка. «Она вообще какая-то предсказуемая», согласился я. Но нам повезло. В класс заглянула директорская секретарша Леночка и срочно позвала учительницу к телефону. «Из роддома?» – добавила она громким шепотом. «Ой!» – засуетилась Лидия Яковлевна. «Леночка, пожалуйста, побудьте с ними пять минут, я скоро». По коридору удаляясь, застучали ее каблуки. «Хорошо!» – покачала головой Леночка. «На пять минут вас нельзя оставить!» Она подошла к доске и села за учительский стол. «Леночка, а что случилось?» – вкратчиво спросила Соня Козадоева. «Не Леночка, а Елена Владимировна!» – поправила та строгим голосом. Но быть строгой ей быстро надоело, и она призналась. «У Лидии Яковлевны дочь должна родить вот-вот. А может быть, уже?» Девчонки заверещали. «А кого? Мальчика или девочку? Откуда же она знает? Теперь об этом заранее сообщают. А ты-то откуда знаешь?» «Вчера по телевизору сказали», – заявил Валера Скориков, что в Аргентине одна семерых родила. «Да ну у тебя! Интересно, а кто у нее муж?» – мечтательно произнесла Козадоева. «Диего Марадона». «Дурак!» Поднялся Гвалт. Леночка пыталась навести порядок, но ее никто не слушал. «Все девочки у нас нормальные», – сказал я. «Какие же они нормальные?» – Юрка с смотрел на меня, но, вспомнив начатую игру, кивнул. «Вообще, ты прав. Орут, как дорезанные. А пацаны у нас все дотепы». Мы засмеялись. Вдруг Юрка спросил. «А твои родители часто ругаются?» «Да когда как? А что?» «Мои часто. Вот родили бы мне в свое время брата или сестру. И что? Заботились бы, они ругались. Разве о тебе не заботятся? А чего обо мне заботиться? Я уже большой». Он вздохнул и добавил. «Подождут еще немного и разведутся». Мне стало жалко Юрку. Я спросил. «А как они ругаются?» «Да, ну, повторять неохота. Когда отец приходит с работы, мама кричит. «Терпения моего больше нет!» Ну, и так далее. «Может, ты с ними в нашу игру сыграешь?» Юрка пожал плечами. Шума в классе поубавилось. Леночка пугала всех какой-то важной комиссией, которая явится в школу на следующей неделе. Юрка хмыкнул. «Ты чего?» — поинтересовался я. Смешно выходит. Представил, как мама на отца ругается. «Вернулся? Годяй трезвый! Дельник родивый!» «А он что?» — улыбнулся я. «А он!» — Юрка сделал важное лицо и пробосил. «Зря ты такими справедливыми словами меня из себя рвируешь!» Мы захохотали. Леночка погрозила нам кулаком. «Я им вечером расскажу про игру!» — прошептал Юрка. «Как думаешь, поможет?» Я кивнул. В класс вошла Лидия Яковлевна. Все замерли. «Итак, продолжаем!» — сказала она деловым тоном. Потом оглядела всех нас. Глаза ее вспыхнули. Она всплеснула руками и крикнула. «Ой, ребятушки, я такая счастливая! У меня внучка родилась!» Девчонки завизжали. Леночка бросилась целовать Лидию Яковлевну. Козадоева, который светил трояк за полугодие, встала и заявила с проникновенностью. «Дорогая Лидия Яковлевна, мы все желаем, чтобы ваша внучка была такая же красивая и добрая, как вы. И чтобы она...» Тут Соня споткнулась, подыскивая слова. «Была заботной и наглядной!» — подсказал Юрка. Все засмеялись, хотя никто ничего не понял. Кроме меня. Конец.